Лариса Александровна пришла на собрание с тем, чтобы отстоять интересы всех жильцов. Вот уже два года пожаловалась она, дом по улице Сосновой, 11, живет без света. Подвалы не запираются, заходи кто хочешь, а деньги, исправно перечисляемые жильцами за содержание многоэтажки, уходят неведомо куда. Доля ответственности, по ее мнению, лежит на главе поселения Алексея Новикове, в конце года подавшим в отставку. Я бы его отпустила только тогда, когда провела документальную ревизию финансово-ходящейной деятельности. Пусть бы он отчитался за все деньги потраченные, собранные с наших домов. За содержание здания, двухкомнатная квартира в среднем, я говорю, мы платим 6 тысяч. На 6 тысяч нам даже, вы знаете, даже лампочку никто никогда не купил и не представил. Аргументы нашлись у исполняющей обязанности главы поселения Натальи Савченко. В своем отчете о работе власти за прошлый год она упомянула полумиллионную задолженность за электроэнергию, сложившуюся в поселении на 1 января. В прошлом году не успели местные власти и войти в федеральную программу реформирования ЖКХ. Ремонт двух многоквартирных домов, в том числе по улице Сосновой, по ее сведениям, запланирован на год нынешний. Тем не менее, вступил Рашид Габдулвалеев, факты чиновничьей нерасторопности замалчивать не стоит. Все жалобы и нарекания жителей, пообещал замгубернатора, будут внесены в протокол. На основании ваших протоколов и вашего мнения, мы еще вот послушаем, как работу признать удовлетворительной, неудовлетворительной. После этого губернатор сказал, если где-то признана работа неудовлетворительная, то Светлана Петровна, это глава района, и я лично как куратор, должен ему внести предложение о том, как поступить с действующим главой поселения и предложение новой кандидатуры. Основные вопросы, которые сегодня волнуют жирятинцев – освещение улиц и домов, ремонт дорог и благоустройство. Вот уже шесть лет, как Владимир Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, бьется за оборудование подъезда к мусорным контейнерам. Несут мусорные мешки и их кидают через дорогу, к ящикам. Сколько? Я вот шестой. Шестой год живу здесь и никак не могут сделать этот подход. Вот. Вестой надо резиновые сапоги, чтобы отнести этот мешок. Директор местной школы Владимир Коваленко, напротив, убежден, что чистота улиц и дворов – это прежде всего обязанность самих жителей. Настала пора разработать кодекс домовладельца и квартиросъемщик. Почему центральную улицу всегда скребет администрация района? Почему до пивбара там же есть домовладение? Почему они сами не убирают? Все предложения, равно как и претензии, прозвучавшие в адрес местных властей, Рашид Габдул-Валеев попросил занести в протокол. Работу бывшего главы жителей жирятинского поселения единодушно оценили как удовлетворительную. Эта оценка будет доведена до главы региона, а уж он решит, стоит ли спрашивать, пусть и со сложившего полномочия главы за допущенные недочеты.